привет ребят сегодня обозреваем очередную порцию бухла сегодня у нас на обзоре вот такой вот виски который называется stalker виски stalker grain зерновой и виски stalker blended смешанный вот сегодня мы эти два вискарика сравним поехали ну чё давайте сразу нальем да и обсудим значит зерновой виски кстати вот сразу хочу обратить внимание вот пробочка вот так вот такая вот порнография ну то есть откровенно смотри смотри то есть это как бы что это за материал такой вообще вообще но это явно какая-то синтетика просто безусловно ну какая-то синтетика то есть вот ну если называть вещи своими именами просто скотство какой-то не пробка как бы да как бы да как по мне то есть по мне блин я не знаю на фоне на фоне ухудшения в общем отношений с нашими западными партнерами поставки пробкового дерева как бы тоже испытывает определенные трудности в нашем государстве то же самое то же самое да папа мне по мне лучше бы они сделали в принципе закручивающуюся крышечку потому что в принципе вискари обычно ординарный там без какой-то особой выдержки то есть в принципе было бы вполне уместно так вот да вот это у нас значит смешанные виски а такая пробка я не знаю мне кажется блин она не достойна даже того чтобы ей там самые самые грязные шлюхи вам шлются и запихать вот ну да ладно в общем что касается этого виски значит производитель у нас производитель оао агрофирма жемчужина ставрополя россия ставропольский край буденовский район село красный октябрь вот собственно говоря покупалась мной это виски вместе с коньяком который про его производит этот же этот же завод непосредственно фирменном магазине одноименном жемчужина ставрополя да 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 магазинного и на выезде из города буденовск ну или на въезде смотря с какой страны как бы подъезжать вот у себя зашел прикупить какого-нибудь местного коньячку то есть изначально думал о проскорейском коньяке которые раньше были еще ну как бы если от завода то наиболее такие были короче хорошие коньяки вот сейчас как я узнал проскорейский коньяк у нас скурвился то есть его выкупили там какие-то латышские стрелки вот и как бы никому не порекомендую покупать вот а вот этот вот бренд что касается значит завода жемчужина ставрополя то есть их флагманским скажем так коньяком сейчас является троекуров на который кстати мы тоже я думаю сделаем обзор вот ну и продавщица такая тучная женщина а значит своим таким мясистым пальцем ткнул в сторону этого виски что ребята возьмите попробуйте как бы сыночки проходите пробуйте бабка не надо копать и вот ну собственно говоря прикупил для сравнения два я два вискарика и кстати говоря зерновой виски вот именно категория грейн у нас вот у ирландцев есть немало брендов которые именно грейн и сингл грейн виски да то есть это это виски для меня пока является таким я бы сказал темной лошадкой может быть конечно не лучшая идея была начать ознакомиться с грейном именно со ставропольского виска я ну начали с чего начали вот значит здесь у нас такая вот интересная обложечка такая вот тут стоят смотри смотри практически мертвые с косами ну да как бы и даже название стокера такой навевает определенной ассоциации было брэмми стокере да конечно и адрак очень даже аутентично смотрится вот эти три тела то есть что-то такое короче какие-то ночные кошмары прямо и кстати о ночных кошмарах у меня такая интересная тема у меня но бывает когда сон тебе приснится ты его сразу забываешь а потом раз и всплывает воспоминание что то что тебе приснилось мне короче сегодня под утро приснился дядя витя с каналом марс клуб что-то он был злой как прям точно как в песне у кровостока то есть он был злой да приснился цирковой клоун никулин дико злой на цирковом манеже я проснулся с головной болью решил выбивать синего пореже вот я думаю что может быть это то что дядя витя приснился это к этому же у тебя есть мысли какие-то я не знаю блин в толковании с ну вот надо хотелось бы анамнез поподробнее что там снилось какие расклады вот дело в том что я особо особо не помню вот событий каких-то происходящих но помню что что-то дядя витя был чем-то недоволен кстати друзья вот я не знаю если кто-то силен в толковании снов может я не знаю в комментариях там напишите то есть к чему бы это могло быть вот может быть из-за того что у дяди витя у него недавно вышел ролик на тему того что его значит показали на канале россия 1 и он возмущался как раз по этому поводу что типа они там сидели с корешем распивали значит водочку золотой петушок газированные на канале россия 1 ну не на канале а в своем блоге вот канал россия 1 устроил журналистское расследование типа с обличением этой водки что вот нашу нацию спаивают и показали там вставили фрагмент как дядя витя там сидит со своим корешем так весело вот так вот выпивает так знаешь сидят два мужика бухают короче у дяди витя вообще у него отлично получается бухать на камеру примут нам надо отдать должное замечательно единственная один нюанс это у него есть такой при том что он глотает как-то вот противно но я имею ввиду алкоголь глотает но смысле чересчур жадно он как ну как-то вот не знаю вот как вот если если по если пару на рука дрожит когда глотает ну глотать алкоголь нам всем приходится по мере того что собственно устраиваем алкоблоги да и как бы без проглатывания алкоголя никак это не получится но у дяди вити это как-то прям по-особенному так противненько так она выглядит но с другой стороны учитывая что он не порно звезда в принципе можно ему просить этот нюанс вот но вообще дяди вити как бы респект от нашего канала я вообще хочу сказать что свое время когда перед тем как я замутил свой канал уже не пьет я посмотрел многие выпуски марсклуба и собственно говоря вот глядя на них я понял что блин если человек снимает вот такое вот и это как бы проканывает и это смотрит есть своя аудитория причем достаточно многочисленные вот и даже люди там лайки ставят и пишут комментарии то как бы почему мне подобной хуйней тоже не занят собственный создательную роль в общем да какую насуществует играл да то есть у нас канал же не пьет можно сказать благодаря марсклубу в том числе существует значит значит мы будем как бы надеяться что в один прекрасный день мы просто напросто все вместе с ними вместе с этим героем незабвенным очередной выпуск я думаю что мы сейчас даже первый папа первому шо то выпьем как раз за дядю витя давай мы сначала значит про массируем виски перед тем как обычно да то есть начинаем мы с зернового зернового это у нас виски грейн значит он у нас уже постоял вот сразу мне мне сеновал короче вот в личном речи что именно сена причем на котором какую-то знаешь какую-то такую сратую доярку пароли короче ну кто порол дояра кто-то поймет на час какие у вас у меня сказать запахом определенных нет ассоциации но у меня почему-то такое стойкое ощущение возникло что уже этот запах он очень глубоко в меня проник то есть аж прям до кишок просто-напросто куда-то вообще просто где-то вот в этой в этом в этой области а провалился куда-то и там в общем каким-то образом там перемешался там с клетками и так далее глубокий такой запах ошибающий ошибающий он такой не спиртуозный нас даже он прям такой залетает не знаю вообще да вообще спиртуозность есть определенно даже вот видите вот слушай давай сразу попробуем другой но я вот кроме травы кроме травы не знаю таблетки еще какие-то мерещатся мне присутствует как неожиданный для меня запах а ты таблетки употреблял последний сегодня вчера можно объяснить сейчас давайте попробуем значит смешанный блендут здесь видимо кроме зерна я не знаю еще лошадиные кизяки добавили совсем другое пальто более более такой сглаженный аромат более сглаженный немножко даже сладинка какая-то здесь вот прям трава 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 наверно зерно вот это вот что-то такое бьет в нос на здесь сглажен ну ладно давай собственно тогда попробуем уже собственно что за дядю витю за морскую вот как мы вообще не думать отец на справа и давай ну и ваше здоровье друзья в том числе нифига ты в топил короче мне мило часть тогда против как всегда да когда когда выпиваешь еще больше ощущается вот доярка на сеновале вот прям ей богу ей богу прям чувствую как она вот прям это а доярка них знаете ну как король король говном как бы пованивает как как бы они не мылись она всегда присутствует элемент сразу этот фильмец и снятый под эгидой студии привар так делом рубилу происходило где-то там в сельских местности вот смотрите значит попробую сейчас описать когда пьешь в целом проваливается нормально не сказать чтобы он был как у кого это противный да но он оставляет послевкусие вот такая прям травянистость причем травянистость с какой-то затхлостью натурально с какой-то затхлостью знаете когда вот ешь у меня один раз в жили в жизни довелось есть требуху больше никогда не стану пробовать хотя может быть и попробую как бы зарекаться не стану но знаете если это когда готовит требуху если недостаточно хорошо очистить то ты вот проглатываешь да и тебя послевкусим натурально как будто ты вот говна съел короче вот есть такое ощущение вот здесь вот когда припеваешь момент самого выпивания все нормально но после после вкусе им есть ощущение что ты короче немножко хвотому какой-то вот тухлятинки что-либо видишь как он все у тебя есть субъективно нет вообще прям приятно приятно да сейчас я третий глоток сделать будете сразу валом выпить как я другие ощущения были не очень интересно то что у акуса даже сладковатость есть сладковатость есть сейчас третий раз выпил уже как-то уже видно попривык ну на самом деле честно скажу неожиданный для меня напиток то есть вот я впервые пью такой сейчас вот мы выпьем 2 я не знаю то есть может быть это будет больше похоже на традиционные виски давай выпил натуре трубы горят его за что это такое давай за 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 очку выкинула стоит смотрит на все ну вот опять делаю первый глоток и несмотря на то что с другой вискаре чувствую опять же сено короче не сено а я чувствую сейчас типичный после послевкусие различного рода из вискарей который мы ранее неоднократно пили ну таких как я не особо как я выразился в ходе носирования он более с папа вся тинка и дает и вкус такой массового не вот как вот какой-то обычной виски мое резюме такое как по мне по запаху по они отличимы то есть этот более рискован более резкий этот более такой округлый обтекаемый но аналогичным тебе также показалось а вот по вкусу по вкусу они мне показались похожими то есть мне здесь шибает вот прям натуральный сеновал что в одном что в другом то есть видимо все-таки на ставрополе короче без сеновал и без жирной крестьянки до яркие как бы ну вообще никак не отходится друзья пару слов за цену этого виски как я уже сказал я покупал в фирменном магазине жемчужина ставрополя за 07 504 рубля это 504 это 504 сами понимаете цены очень щадящие поэтому требовать отсюда и пробок каких-то более модных и какого-то супер качества но наверное не стоит вот хотя сейчас у нас магнитах такие лютые акции что можно джонни уокер 07 купить за 500 рублей там джим бим я вот за 512 рублей покупал ну конечно я бы порекомендовал купить либо шотландцы либо американцы да я хочу тебе задать вопрос наш доморощенный вискарь может сравниться с именитыми какими-то образцами у нас был очень прикольный ставропольский вискарь именно в такой подарочный там чуть ли не деревянной коробке шестилетней выдержки именно вот как раз таки проскорейского завода который сейчас уже наверное не найдешь что можно где-то найти наверняка какие-то старые запасы вот но понятное дело что как конечно ни хера у нас нет никакой традиции если у шотландцев это на уровне национальной идеи да у америкосов кстати говоря что касается производства глупона то есть у них это тоже да и собственно говоря товарищи узкоглазые там это допустим японцы и тайвань тайвань они вообще алкаши и тайваньцы они дико не отстают у них очень хорошо развито вот это все да очень интересно понятно это с точки зрения такого более углубленного взгляда а вот побухать я думаю что поставить например там Джонни Уокер и вот этот Брэм Стокер то вообще разницу никто не заметит правильно кто ну вообще обычно выпив ох ну то есть ты ну да например да безусловно да даже ты заметишь даже ты заметишь да хрен его знаю стоп а мы щас эксперимент проведем друзья у нас по счастливой случайности оказалось бутылка Вильям Лоусон. Мурзагали только что-то сказал. Я усомнился, в общем. Да, только что сказал о том, что, значит, в сравнении с каким-то, ну, обычным банальным брендом, наш вискарь будет выглядеть, типа, точно таким же. Ну, вот сейчас мы, значит, сравним Вильям Лоусон, то есть вот это мы уже можем отставить, да, у нас Грейн. Позволь спросить, а Вильям Лоусон это вискарь, как бы, с именем, да? Это вискарь, скажем так, это вискарь, ну, шотландский, да, обычный, ординарный, смешанный виски, там, выдержки от трёх лет, который разливается уже давным-давно в Подмосковье. Ну, естественно. В Подмосковье, да, но, как бы, типа, там, контроль качества, все дела, вот. Ну, знаете, мы сейчас будем, собственно говоря, массировать прям сразу, то есть мы не будем давать ему настояться, просто сравнивать. Значит, вот здесь у нас, опять же, сено наше любимое. Давай, вот тут, понимаем? Подожди, или у нас здесь... Ну, ты что-то напутал. Точно, у нас здесь Вильям Лоусон. О, Вильям Лоусон здесь. О, смотри, вот видишь, я сейчас попутал, да, нюхаю и сразу понимаю. Блин, видишь, ты понимаешь, как ты окреп вообще в профессиональном плане. Ты сразу понимаешь, что здесь Вильям Лоусон. Вот, вот он, вот он, шотландский виски, да? И вот он, наш родной сеновал. А теперь давай, смотри, вот мы, как бы, этот уже попробовать попробовали. Вот, давай, давай сейчас просто попробуем Вильям Лоусон. Давайте, друзья, значит, сегодня у нас трипл, трипл выдался. М-м-м, блин, сразу, сразу, значительно меньше стыжа. Мягенький. Вот и весь сказ, да, вот и весь сказ. Собственно говоря, исчерпывающий. То есть, в принципе, в принципе, наш виски попробовать стоит, может быть, только ради экзотики. Больше никак. В остальном, то есть даже, даже Вильям Лоусон тупо уделывает его. Да, вот так вот, значит, категорично. А ты так считаешь? Ну, смотрите ниже, что я считаю. То есть выше. Да, ну, собственно говоря, да. Вот он, вот он, шотландец. Вот он такой обычный, обычный шотландец, который пованивает портянками. Вильям Лоусон, это вот он как раз барыли, да, производители вот этого поэла. Слушай, ну, видимо, да, видимо, то есть был какой-то Вильям, который Лоусон. Спасибо за внимание, друзья. Оставайтесь с нами. До новых обзоров. Всем пока. Пока.